Благотворительное мероприятие «Соприкосновение сердец». Именно так называлась музыкально-театрализованная акция, которую в этот раз принимал многофункциональный центр «Дидосперсия». Мероприятие для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали в буквальном смысле всем миром. В этом году в нем приняли участие известные брестские юные исполнители коллективы. Кроме того, к акции присоединились новые спонсоры, которые помогли обеспечить праздник новогодними подарками. Это действительно уникальный случай, когда вместе с нами здесь ряд негосударственных общественных объединений, а также социальных учреждений, подопечными которых являются ребята с ограниченными возможностями. Это мероприятие мы проводим уже второй раз. И огромной популярностью оно пользуется и как у ребят, и так и у преподавателей, и у педагогов. Мероприятие «Соприкосновение сердец», традиционно организованное молодежным общественным объединением «Наследие», проводилось уже во второй раз. Праздник приобрел изюминку – подарить лучик счастья больному малышу мог любой желающий, отдав ему или его родителям лично небольшой сувенир. Кроме того, по сравнению с предыдущей благотворительной акцией, это значительно выросло не только в масштабе артистов, но и зрителей. Найти свободное место на площадке было довольно сложно. Это хороший повод говорить о том, что проблемы детей-инвалидов не безразличны обществу. Люди не остаются в стороне от чужой, на первый взгляд, беды. Нас просто зовут. Если кому-то нужна помощь, они просто знают наши номера телефонов, обращаются и либо через Олега Голоса, либо у нас есть своя группа ВКонтакте, и, в принципе, помогаем всем. Мы стараемся по возможности часто участвовать. Вот когда получается, всегда участвую в подобных мероприятиях. И, конечно же, важность участия вообще людей в таких мероприятиях, даже простых людей, очень большая. Потому что именно такие детки, как правило, особенные, они еще больше, чем другие дети, нуждаются в подобных мероприятиях. В том, чтобы их больше замечали, чтобы в них больше вкладывали, чтобы им подарили какие-то подарочки. Театральное представление, подготовленное воспитанниками детской студии «Волшебный фонарь», выступление многочисленных коллективов и индивидуальных исполнителей. Это и многое другое оставило приятные воспоминания у тех, кто провел субботний вечер в большой и очень дружной компании. Однако, уверяют организаторы, сюрпризы на этом не заканчиваются. Волонтеры молодежного объединения «Наследие» уже готовят новые праздники и акции.